сегодня у нас 5 декабря 2018 года это у нас сегодня у нас получается среда вот с утра я пришел время 9 час затопил печь нас тут в храме каждый день приходится топить сегодня тем более обещали за 30 градусов утром это дрова у меня на просушку лежат тут тоже сушится то остатки вот сейчас стопил вот взял с собой кастрюльку здесь умеет до для кошечек моих те которые нас подвале находится есть у меня мойла нарезанные кусочками из каши сделано обычно делаю каши из хлопьев так сейчас здесь свет включу тоже это у нас трапезная и у нас проходит собрание занятия вот наш подпол они уже там кричат уже знают мои шаги сейчас я тут закрою и включу свет вон они меня сразу встречают кошечки кошечки ну хорошие кошечки термушки наш пойдемте 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 кушать пойдемте кошечки кошечки слайдова слазь слазь вернется один раз купил одной кошки на хвост сейчас уже старается под ноги не лезть тут у нас все подпенено это еще один там погреб у нас есть но он холодный там все замерзает так вот они все трое ждут меня это вот видимо их не мамка этот не знаю кто они да 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 хорошие кошечки хорошие кошечки но сразу выскочила а дверь закрыта все нужно никуда пойдем кушать пойдем кушать они сейчас никуда не уйдут у них главный да сейчас беру миску эту миску и насыпаем там упадет у меня здесь тоже вот так нормально если они лезут плохо сейчас вот она уже заскочила сразу тихо подожди надо вам всем троим пища всегда подогреваю потому что здесь прохладно у них им нужна теплая пища чтобы они холодно не ели это замерзла сразу изнутри тоже вот я их всегда глажу мои хорошие кошечки им это нравится да хорошие кошечки сегодня щедро хвалит господа создавшего нас какова дальнейшая судьба будет весной непонятно еще господь усмотрит лететь вот уже вы появились на свет ласка все кошки любят вот они благодарны вот вот это и взрослой тут на лбу че-то было содрано кожа видимо то ли дралась с кем-то все постепенно зажило потом пища чистая она у нас с рыбой постоянно да и все рамка затянулась и тем более небольшой этот прохладный помещение она дает лишнюю шерсть вырастать для утепления так вот тут то тоже все подпенено у нас это уже обложено изнутри все еще остатки вот у меня остается тут кастрюляем еще во вторую миску сцепая вот так вот все потом помою так они пытаются здесь наши хорошие кошечки здесь у не кругом земля если надо будет сколько туалет зарует тут у нас утеплена все везде иначе картошка прихватит ее в том году вообще было минус семь здесь снега было очень мало на улице стены промерзли земля промерзла стены и все и тут холод стоял минусовый в этом году даст бог обойдется на думаю тут у них постоянно вот лампочка горит целых целые сутками вместо выключаем когда мы приходим на собрание только из-за того что мне удлинитель там подсоединить на видео дружно вот общее их бедствие можно сказать объединила их спокойно иди отсюда не ссориться ничего дружно и 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 큰 и Кошечки нашей кошечки. Вот так вот. Слава Богу. Да, вот место из Библии. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Плачеремии, 3 глава, 22 стих. Да, милостью. Все покрыто Господней. Это вот Рождество Христа. Икона. Здесь у нас вот поучительные висят картинки. Жизнь ленивого и порочного человека. Как он зачался. Как он крестился. Рождество, вот, сеня-бладенца. Родители не воспитывают его. Он ничему не учится, привыкая к лени и праздности. Часы отдыха и прогулок жестоко и бессердечно относятся к окружающему миру, вытесняя свое сердце, любовь и милосердие. То есть разоряет он птичьи гнезда. С возрастом становится все более ленив. Когда вокруг все работают, он отдыхает. Как вот написано у Серахова, 22.2. Ленивый, подобен воловьям по мету. И кто поднимет его, отдыхнет руку свою. То есть не будет с ним связываться. Его смерть ужасна. А там про смерть уже. Дальше вот тут. Святая Церковь благословляет его на счастливую семейную жизнь. Не умею ничего делать и не жалю трудиться, не стыдиться воровать. Как у нас тут одна отраковица приходит нам в гости и говорит, что мать у нее гулящая, плюс еще матерится, курит там. Она говорит, а я себе жениха выберу вроде хорошего, доброго, верующего главное. А ей говорят, ты можешь даже... Говорится, если не будет молиться она, а она к молитве не очень, то такой же и попадется жених, как и она сама же. То есть птица слетается в подобную себе, Серах говорит, Премудрый Серах. Чтобы испечь семью, продает остатки имущества, но бездушные пропивают деньги, но бездумные, вернее. Жена с детьми со слезами на глазах умоляет его вразумеется. Несмотря на укоры близких, он не изменяет своего поведения и попадает под суд. Полностью разорившись, просит милостыню, доходит до крайного, пропивая все до крайности. Впадает в отчаяние, опомнившись от бездумно проведенной жизни, семья существует на подаяние добрых людей. Его смерть ужасна, рядом с ним нет ни родных, ни друзей. Одна семья, превышшая лишь к унижениям, с ужасом смотрит на его смерть. И в связях молит Господа простить его. Вот так вот. Господи помилует этого. А тут жизнь трудолюбивого и честного человека. Вот оно. Крещение младенца. С раннего детства он окружен внимание, заботу родителей, то есть научает его. Разумные игры и развлечения под присмотром. Домашних воспитывает в нем доброту и милосердие. С детства, привученный к труду, он становится усердным и рачительным человеком. Святая Церковь благословляет его на счастливую семейную жизнь. Он больше всего заботится о семейном благополучии, не внушается никаких домашних трудов, помогая семье. Господь благословляет его труды. И дом всегда полон гостей, которые с радостью посещают его семью, где царит мир и согласие. В редкие часы отдыха он любит находиться в кругу друзей, на столе детей, воспитывая их в духе добра и справедливости. Такая семья собирает вокруг себя доброе общество друзей и знакомых. Счастье, радость царит среди них. После небольшой разлуки он приезжает в семье с подарками. В праздники и все свободные дни семья всегда собираются вместе. Он пользуется всеобщим уважением и к нему часто приходят за советом. Все труды полагают ему в благо своей семьи, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. С радостью принимают всех в своем доме. Всегда он проявляет милосердие к бедным, нуждая нуждающимся людям, никогда не отказывая их в помощи и сочувствии. Святая Церковь молитвенно провожает его в последний путь и спрашивает у Господа прощения у грехов. Рай и вечное блаженство ожидают праведника. Ну вот так вот, вот такие вот образцы висят. Ну все, вот кошечки там уже поели, насытились, наверное. Вон она сидит, красавица наша. Привет. Ну как, вкусно вам, да? Кисы наши, кисоньки. Кисы, кисы, кисы. Вкусные. Ну, как вам кашечка там? Ну, хорошие кисоньки. Они не только любят ласку, они еще тепло от руки-то идет. Они, им это нравится, да. Вот и голосы, хорошие. Кошечки, наши кошечки. Ну вот так вот, слава богу. Ну все. Все, сейчас мне надо будет идти уже на работу. Надо поторапливаться. Обычно за мной заезжает Игорь Дубунов. Он по пути меня довозит, куда мне надо. Да благословит его Господь милостью своими. Слава Христу. Аллилуйя.